МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы похолодало и непогода загнала нас в теплицы. Вас, Лариса Игоревна, мы сегодня вам подскажем, как подготовить теплицы к урожаю будущего года. Иначе в них может повториться такая история, про которую рассказала в своем обширном письме дачница из Тольятти Римма Федоровна Глухова. Спасибо вам, Римма Федоровна, огромное, за ваше обстоятельнейшее письмо. Оно очень грамотное. Вы прислали фотографии болезней, перцев, томатов, которые у вас были в этом году. Должна вам сказать, что у меня все это было. Год такой. Не виноваты тут сорта. Хотя, должна сказать по итогам этого года, да, Лариса Игоревна, что некоторые сорта из тех, что я испытывала в этом году, до сих пор весь год чистые. И с ними вот этой беды не случилось, когда разрезаешь шкамат, а внутри все белое. Вот, знаете, на фотографиях Римма Федоровна прислала. И многие дачники с этим столкнулись в этом году. Год такой. Не было весны. Сразу из зимы. Через две недели мы перешли в жаркое лето. И полетели цикадки. Главные разносчики вирусных заболеваний. Уж как мы не сражались. Вот какие только препараты новейшие. Не использовали. Ничего не помогало абсолютно. А вот есть сорта, которые устойчивые. Вот о них и будем говорить. И их теперь будем выращивать. И я попросила бы вас всех навести в Центр Сияния. Там есть специальный журнал. И оставить в этом журнале пометки. Какие сорта не болели в этом году? Поделитесь своим опытом. Об этом я пишу в октябрьском номере журнала. Он уже поступил. Во все точки у вас тоже, да. Вот, пожалуйста, читайте. Там обстоятельный мой ответ на вот эти проблемы. Проблемы сложные. Поскольку лекарств от вирусных заболеваний еще нет. Болели не только ведь сорта, но и гибриды. Вот перед вами гибрид висит, да. Посмотрите, альтернариоз. Вот уже скоро ношение началось. И ничего мы с него не собрали в этом году. Во-первых, он и так невкусный по сравнению с сортами. А во-вторых, абсолютно весь больной. Ведрами выбрасывала. Вот гибрид. Так что не думайте, что это только болезнь у сортов была. А теперь, что касается перцев. У меня тоже их осталось с гулькин нос. Только удалила. Заболели, надо удалить. Видно было, что болеют. Не надо было держать. Мозаику на листьях видели? Короткие междоузли здесь видели? Перестали расти перцы. Видели? Вот до сих пор видно. Сейчас маленько они все-таки очухались. Но видно, что это идет пузырьозное увядание. То есть стебли уже поражены. Питание сюда не идет. И вот пошла мозаика. Присоединилась вирусное заболевание к этому грибкому. Нечего его здесь держать. Что получится и заразу вам только разносит. Вот уже созрели грибы. Вот. Вот. И теперь пойдет дальше сорить в пузырье вот это вот. Что из одного плода-то держать? Выговор сделаем старосельцев и гоникстантинный. Убрать давно надо было этот куст. Так. Вот теперь мы сейчас снимем урожай. Сопротивлялись этим заболеваниям получше. Конечно, мои любимцы Монтеро. Оставляю который год уже подряд Мадонну. Потому что сопротивлялась получше всем видам заболеваний. Вот только совку. Вот, пожалуйста, посмотрите. Совки. Это вредитель. Вот. Пропилила перец насквозь, да? И вот там сейчас эта вот личинка крупная, зеленая, и находится. Нет ее здесь? Нет. Уже покинула и ушла на другой плод. Самой не видно. Видны только испражнения. Уже на другой плод перешла. Либо на томаты. Очень много совки в Ширяево. Очень много. Вот уберу сейчас их все. Поскольку эти вот здоровые растения, то пойдут к червякам на съедение. Компост можно здесь порубить, покрошить. Теперь обращаю внимание, что у нас Лариса Игоревна уже здесь с июля месяца. Да, Лор? Мы посеяли с тобой белую горчицу. Прекрасный сидорат под томаты, товарищи. Ведь томаты в теплице из года в год выращиваем. И белая горчица снимет почву утомления. То есть корневые выделения. То есть в туалет сходили томаты. Сходили. Корневые выделения вредные, вредные. Вот для того, чтобы на следующий год они сами себя, эти корневые выделения не угнетали, посеете сидорат. Да прямо вот мы сеяли в июле и вам показывали. Вот мы сейчас поверх этого сидората внесем перегной или биогумус. Что у вас там еще есть? Сапропель. Новиночка. Сейчас расскажем. Потому что там фосфора много. Точи любят помидоры. Римма Федоровна Глухова из Тольятти. Самое главное. Сделать почву воздухопроницаемой. Не будет корневых гнилей. Выстоят наши растения. Даже в такое неблагоприятное лето, как было. Как можно больше сюда сейчас в грядке вносить разрыхлителя. Но давайте обо всем по порядку. Передаю слово Ларисе Игоревне. Здравствуйте, друзья. После того, как вы удалите все растения из теплицы, приступаем к дезинфекции теплицы. Обращаю ваше внимание, это нужно сделать перед перекопкой. Берем ведро теплой воды, наливаем туда полстакана препарата Восток М1 и обрабатываем полностью теплицу и землю с помощью опрыскивателя. А вот после этого позаботимся о почве. Кто вместе с нами в июле месяце сеял седираты под томаты, пришла пора их срезать. Почему мы выбрали белую горчицу под томаты? Потому что в ней находится очень много фосфора и серы. А томаты относятся к фосфоролюбам. Для того, чтобы было меньше болезней, не налегайте на азот, а давайте томатам больше фосфора и калия. Калий мы вносили в виде препарата Берес-4, а вот с фосфором немножко проблематично. Сейчас мы договорились с производителем сапропелля, а в сапропелле до 80% фосфора. Будем его завозить, рекомендовать вам и активно использовать. Сапропелль вносится сейчас по осени, работает в почве 2-3 года, и особенно он рекомендуется всем растениям фосфоролюбам. Картошка, земляника, томаты. Кто не сеял горчицу, можно использовать горчичный жмых, либо посеять рожь, овес или пшеницу, но их будете скашивать весной. А теперь обращаю ваше внимание на проблему всех тепличников. Это тяжелые заплывающие почвы. Это происходит от частых поливов. Лето было жаркое, поливали часто, почва уплотнилась, стала жесткой, и пошли корневые гнили. Отсюда и все болезни. Вот здесь, в Ширяево, земля очень плодородная, даже питания не надо. Но самое главное, чтобы землю разрыхлить, нужно подать кислород корням. Для этого нужно обязательно в землю внести много, повторяю, много, не чуть-чуть, какого-то разрыхлителя. Или речной песок у вас остался от стройки, например. Нет песка? Можно керамзитовую крошку, она у нас есть. Или кокосовый субстрат, или вермикулит можно внести. Вот эта грядка пятиметровой длины. Сколько сюда надо? Много. Пять баррикетов кокосовых субстратов. Вы это вносите на несколько лет. Эти вещи сделают почву рыхлой. Вот что надо сделать срочно по осени. Срочно весной будет поздно. Срочно весной сажать должны уже в готовые грядки, где уже черви и полезные микробы переработали все, что мы с осени положили. Уважаемая Римма Федоровна, все равно победа будет за нами, с вами. Мы все равно сделаем такую почву, которая даст крепкие растения. Вот увидите. Не отчаивайтесь. А теперь поговорим о том, какое питание мы должны дать этой земле. На бедных супещаных почвах добавляем питание. Лучше всего органику. Это может быть перегной, биогумус. Чтобы они лучше переработались, проливаем грядку препаратом Восток М1. Полстакана на ведро теплой воды. Заодно и обеззаразим почву. Можно добавить бактерии сибирские, боксип-3. Чем больше полезных бактерий в почве, тем лучше. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону в Самаре 972-70-95 и 925-84-33. В Тольятти 679-094. Римма Федоровна, сейчас я вас буду угощать вот такими сортами томатов, у которой вот такой беды, на которую вы ссылаетесь, нет. Вот их и будем сажать на следующий год. Это золотой век. Вкуснятина. На рынке таких не найдешь. Римма Федоровна, вот мы что с вами будем выращивать. Вот какие сорта. В октябрьском журнале все написано, какие сорта были удачные. У них нет вот этой гадости вот здесь вот, посмотрите. Все чистенькое, ровненькое. Этот вышибал. И, конечно, южный загад. Ой, любимец. Тот еще слаще. Но урожайность ниже. Вот у этого урожайность супер. Каждый день я отбираю, отбираю, отбираю и не кончается. Посмотрите, сколько сейчас в октябре месяце здесь еще плодов. И сколько еще зеленых. К этим томатам сейчас. Да вот такие огурчики. Вот, вот, вот. Висят мои красавицы. А под ними что растет? Да наша любимая горчица. Это она не дает увядать этому кусту. Это она снабжает корни огурцов кислородом. Вот что должно расти под кустами в теплице. Центр «Сияние» предлагает оптимую розницу саженцы плодовых культур, удобрения для их посадки, средства для обработки растений от болезней и вредителей. Внимание! В продажу поступил посадочный материал сортового озимого чеснока. Телефон для справок. 9-545-165 9-545-165 Здравствуйте, дорогие друзья! Я приглашаю вас сегодня снова на экскурсии по своему саду. Вот этот ракарий мы закладывали только в прошлом году. Я старалась здесь посадить растения, которые растут очень медленно. Естественно, есть акценты. Я хочу сейчас пройтись и рассказать, как разрослись эти растения в течение года. Ну, голубая ель, вот она, видите, не обгорела, слава богу, мы ее не укрывали. Пихта перезимовала хорошо. Чуть-чуть были здесь повреждения у осенней посадки. В целом хорошо себя чувствуют. Вот эти пожелтевшие хвоинки, это нормальный процесс для осени. А здесь тоже, посмотрите, сосна, скрученные его называют. Вот эти желтые хвоинки нижние, это нормальный процесс для осен. Потому что я смотрю вот на большой сосне, те хвоинки после сильного ветра лежат уже на земле. То есть происходит постоянное обновление хвоинок. А вот эта сосна, даже название такое, Винтерголд называется, поздней осенью, вот сейчас в октябре и ранней весной, они такого желтого цвета. А летом на солнце они становятся зелеными. Здесь сосна тоже с голубыми хвоинками, видите, двухцветная. Она перезимовала великолепно здесь. То есть очень много гелей, сосен. Только пихта сельберлок все-таки плохо перезимовала. Я думала, за лето отойдет, не отошла. Я знала, что это очень растение капризное, что я рискую. Но все-таки очень хотела, чтобы это растение было. Это, вот, посмотрите, вербена. Раз, два, три, три куста. Четыре куста вербена. Всего четыре. Они разрослись. Куртинка получилась почти на метр. Куртинка всего одного растения. В следующем году мы постараемся выбрать однолетние цветы, другой расцветки. Может быть, это будут вербены. Может быть, это будет петуния. Какое будет настроение. В этом году здесь синий, фиолетово-розовый – это многолетние цветы. Это гераниум у нас. А вот эти лобели, посмотрите, как великолепно смотрятся. Рядом с золотистыми барбарисами. Барбарисы все время такого цвета. Желтые, золотистые барбарисы. Вот он, зеленый барбарис. И здесь еще вот с красными листьями. Посмотрите, великолепно смотрится барбарис. А это куртинка огромная. Это многолетняя сальвия. Посмотрите, какое она выросла за лето практически. Многолетние растения. Великолепные. Пока я не буду ничего удалять и обрезать. Им хватает места. Пустого пространства много. Но все-таки нужно будет контролировать. Иначе получится такая каша-малаша, уже будет неприятно. А вот здесь, видите, вдоль стены, клематисы. Они набирают силу на третий-четвертый год. Одну зиму перезимовали. Два года мы еще подождем, пока они разрастутся. Вот они на сетке. Вместе сеткой снимем, уберем. Как мы будем укрывать растения, обязательно покажем позже. Это будет происходить в конце октября, в начале ноября. Все зависит от погоды. Пока тепло, пользуемся последними теплыми деньками. Вот здесь вот пихта, даже семена образовались. Вот уже. Но они красивые. Это пихта сельберлок. Ну, это моя любимая инверса. Она немного на солнце выгорела. Я не буду ничего обрезать сейчас. Все, пошли маленькие почки, я смотрю, отошла. Хорошо. А вот это весной обгорело. С одной стороны получается красивое, а с другой стороны голое. Ну, я не знаю, я может быть подожду. Весной уже посмотрю. Если захочется, сделаю шаровидную форму. Может быть, так же и оставлю. Единственное, что я сейчас обрежу, вот этот зверобой. Смотрите, он многолетний, так сильно разросся. Я возьму и обрежу. Мне не нужно, чтобы он здесь вот такой вот большой разросся. Все. Нечего занимать пространство больше, чем тебе положено. Все, вот он зверобой. Ярко-желтые цветы. Вы видите, я сделала композицию в контрасте. Получились желтые кустарники, голубые или сиреневые цветы. То есть, два оттенка получилось. Сине-голубые и желтые. Потому что у меня и хвойные есть с голубым оттенком. Потому что ярко-желтый цвет, он все-таки, он в контрасте хорошо смотрится. Но он сразу забирает на себя внимание. Вот мне нравится мой ракарий. Требует мало ухода. Сейчас единственное, мы прекратили полив, то есть автоматический полив. Газон уже больше не поливаем. Потому что у меня даже газон, пока я тут ездила в своей командировке, посмотрите, что произошло с газоном. Газон начинает болеть. А вот этот перепад температуры на нее еще хуже повлияет. Что мы сделали с этим газоном? Обработали фитоспорином только в ясную солнечную погоду. Нужно это сделать. Я думаю, выходные еще раз обработать фитоспорином. Подкармливать в этом случае нельзя. Ни в коем случае, если заболели растения, газон. Подкармливать не нужно в этот период. Надо сначала вылечить, а потом уже кормить. На этой неделе будет еще тепло. Если не успели подкормить газон, если он здоровый, красивый газон, обязательно подкормите. Дайте осеннее удобрение, где много кальция, магния, фосфора. То есть, чтобы содержание азота было совсем маленькое. На всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести удобрение именно осеннее. Подкормить ваш газон, чтобы он хорошо перезимовал. Посмотрите, какая красота смотрится. И хочется, конечно, чтобы весной так же красиво смотрелся газон в саду. Я желаю вам красивого, здорового, цветущего сада. Садовый центр Веры Глуховой предлагает саженцы декоративных растений со скидкой 30%. В большом ассортименте саженцы кладово-ягодных культур. Телефон для справок 3310606. 3310606. Подошла к концу наша программа и завершаем наш сегодняшний большой разговор о томатах. Передача посвящена Риме Федоровне Глуховой из города Тольятти. Она мучается теперь вопросом, выращивать сорта или нет. Вот мы сейчас находимся в теплице у Ларисы Игоревны Малайной, тоже в селе Ширяево. Она моя соседка. Вот посмотрите, какое у нее чудо растет. Как называется, Лариса Игоревна? Это розовые трюфеля. Ну, они знаменитые, сладкие, урожайные. Вкуснейшие, сладкие. Я срываю и дегустирую, потому что я их никогда не выращивала. Ой, какой красавец. Вкусный? Вы посмотрите, какой он мясистый. Его сушить хорошо. Да. Вы сейчас сушить собрали? Да, я сейчас и сушу томаты. Вот это на засушку хорошо. Вы на чем, суховей? В изидре. Только изидре. И что вы будете сейчас сушить? Розовую стелу. Вот желтые трюфеля у меня осталось немножко. Сегодня утром собрали. Вот добарау черные. Мы тоже сегодня их сорвали. Ведрами собираем все лето. Ну что, пробую, да? Пробуйте. Ах, какой ты симпатичнее. Трюфель шлащу. Да. А этот нежнее. Но лежит очень долго, до двух недель. Скажите, за семенами можно приходить? Срок годности вот этих сортов, которые мы сегодня похвалили, позволяет покупать их сейчас? Или уже надо новые ждать? Нет, все сроки до 14-го года. Все свежие и по старым ценам. На этом мы с вами прощаемся. До встречи через неделю на канале Губерния.